Привет-привет, с вами снова ваш любимый пабличек. И я, Натали, и со мной, как всегда, Владимир. Владимир, помощи всем. Добрый вечер. Сегодня не только Владимир, а и я тоже будем закадровым голосом. Так что я буду пытаться вам периодически что-то рассказывать. В прошлых сериях. Итак, в прошлой серии мы начали играть дополнение к игре Vampires the Mascarade Катери Нью-Йорка, которые являются, можно сказать, отдельной игрой, потому что это отдельная история, которая происходит через полгода. Правильно все, или справа меня? Да, она происходит где-то через полгода, потому что в конце 19-го года происходили события Катери, а в середине, летом 20-го, короче говоря, происходит событие Теней Нью-Йорка. Да, там даже есть отсылки к не очень веселым вещам, которые сейчас происходят в мире. К этому мы еще дойдем. Так, наша главная героиня это Джулия, или если она полячка, то, наверное, все-таки Юлия. Вот. Ну да. В этом прелесть таких имен. Их можно произносить на разный манер. Да, да. Вот она у нас журналист. Она у нас работала прекрасным журналистом, делала расследование, и как оказалось, что ее жизнь испоганил клан Ла Сомбра. Но не просто испоганил, а чтобы проверить, не сломается ли она. И она не сломалась, поэтому мы дошли именно до становления, и успели еще первую ночь сходить на ужасное свидание по Тиндеру. И что у нас второе было? Сходить в колбешник и потанцевать среди теней, которые в пятой редакции начинают являться Ла Сомбра. Да, 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 все так. Я думаю, что это сделали для того, чтобы раньше Абис это было что-то, что нигде, ни в одной книжке не объяснялось. Теперь именно сделали, чтобы все силы клана Ла Сомбра исходят из мира духов, там, где призраки обитают. Поэтому теперь власть над Тенью немножечко-немножечко еще и как Некромантия. Да. Ла Сомбра сейчас нелегко, потому что они большой кровью вошли в Камарилью, кто не знал. Вошли настолько, что пришлось принести некоторые жертвы. Это я так превьюшечку делаю, потому что мы узнаем, думаю, в этот раз. Я немножечко потыкала, что будет дальше, но совсем немножечко, чтобы себе самой не сильно спойлерить. Вот. Но дальше будет очень много крутых персонажей, которых уже точно встречали те, кто читали книжку New York by Night. Я думаю, что на некоторых мы остановимся. Я сделаю некоторые комментарии вообще, кто это и кто он был по лору. Ну что ж, давай, думаю, начнем. Да, поехали. Да, еще я подкрутила немножечко музыку, потому что в прошлый раз говорили, что не очень хорошо слышно. Итак, март 2020-го. И я снова сижу в биг-бит-бургере. Знакомые звуки, знакомые запахи, знакомые лица. И снова я вспоминаю ту ночь, когда все наконец-то казалось изменившимся к лучшему. В смысле, не то, чтобы я ожидал, что все снова вернется в обычную депрессивную нормальность. Даже посреди новой жизни рациональная часть меня понимала, что это состояние временно. Но когда взлетаешь так высоко, всегда есть надежда, что полет не кончится. Или может быть, что смерть эго наконец-то произойдет. Будь довольна тупая сука, я тебе приказываю. Вот и все логическое свидетельство того, почему следует быть довольной. Вот тебе очевидное направление в жизни. И вот тебе подробное объяснение того, как следует относиться к людям, которым ты не безразлична. И нифига, всегда возвращаюсь к старым привычкам. как будто они заказированы у меня в ДНК. Бесцельность, бессилие, духовное истощение, эти чертовы походы в фастфуд. Это гребаная идиотская ненависть к себе, усиленная теперь каждый раз, когда я пью чью-то кровь. Может, стоит просто винить все на неудачную на неудачу своего рождения. Карабкаешься по социальной лестнице, пока не теряешь связь с реальностью и потом тебе просто на все наплевать и ты постоянно фрустрирована, как шарик тупых пожеланий. А, только в тем дело, что я сейчас бессмертна и надо понять, что делать дальше. Я как-то раз посмотрел малоизвестное азиатское кино Эли Эли Лема Сабифитани. Там, кажется, играл Тадану Буассана. Один из самых крутых парней в мире. Он играл Мерсбоу. Кого-то вроде Мерсбоу. Легендарного музыканта в стиле нойз. Там по сюжету планету охватил какой-то таинственный вирус, который вызывал отчаяние, массовые самоубийства. И внучка богатого бизнесмена подхватила этот вирус и хотела умереть, поэтому бизнесмен потратил целое состояние, ища лекарства. Оказалось, что Асана и его друг, который играл этот парень из фильма Жестокая гейша из Ансена, так вот они поехали по всей Японии, искали что-то в городах, где повсюду лежали трупы, и на полях тоже. Они искали какой-то уникальный предмет, который мог производить красивые звуки для музыки. Как оказалось, авангардные стены звука, которые они создавали, способны были лечить зараженных. Бизнесмен умолял группу ему помочь, предложил все свои деньги, но по какой-то причине они отказывались. И через серию флэшбеков, концертов и виньеток раскрывалась тайна. В итоге оказывалось, что музыка Асана не просто лекарство, оно еще и вызывало вирус. Когда она цепляла людей, они получали голод до чего-то большего, чего-то экстремального, до нового опыта. И в конце концов они просто упирались в стену. Ничто не могло принести им больше удовольствия. Они теряли жажду к жизни. Даже музыкантов это проклятие не пощадило. Они знали, что скоро придет конец. Рано или поздно. Девочку, конечно, спасли крутым концертом, но трагедии только отложили и ее не побороли. Последний кадр это когда Асана такой похожий на Иисуса молча думает о своей роли как спасителя и уничтожителя. Я запомнил этот кадр. Конечно, фильм довольно-таки путан и почти нет никакого нарратива и связности и какие-то странные похожие подходящие больше мультикам креативные решения саундтрек в виде японского нойза довольно свободные формы и трудно понять вложенные темы. Но на данный момент такие фильмы единственное, что я могу понять. Я представитель клана Ла Сомбра в городе Нью-Йорк. Клан мы также известен как Клан Ночи. Они повелевают тенями, они отбрасывают искаженные отражения в зеркалах и заставляют современную технику сходить с ума в своем присутствии. В прошлом году, за несколько месяцев до своего становления, Ла Сомбра присоединились к Камарилье, крупнейшей и самой традиционной секте мира вампиров. Эти две группы раньше были врагами вообще-то, но наши лидеры нашли какую-то информацию, которая заставила их передумать и изменить стратегию. Вот они и послали дипломатическую миссию для переговоров с традиционными врагами. Сделка, которую они заключили в Чикаго, была простой. Жизнь мертвеца за жизнь мертвеца, за каждого вампира Ла Сомбра, которому позволяли присоединиться к башне из слоновой кости, один вампир Ла Сомбра должен был расстаться со своим существованием. Я до сих пор помню имя женщины, которая вынуждена была принять окончательную смерть, чтобы я могла начать свою закробную жизнь. Ее звали Хестер Рид, лютый враг Камарильи, борец-подбольщик, которая десятки лет провела, будучи в оппозиции к ним. У нее были принципы гораздо круче моих, насколько я могу понять, но кем банят не была, ее послужило доказательством того, что нью-йоркским элитам стоит дать Лос-Омбра шанс. Затем они разрешили поискать оговоренную обеими сторонами кандидатуру на должность представителя клана в городе. Мой сир искала кого-то, кто создавал впечатление личности гораздо сильный, более сильный, чем казалось. Местный двор искал кого-то, кого можно превратить в мальчика или девочку для битья. И после долгих переговоров они сочли, что я хороший компромисс. Затем они систематически начали уничтожать всю мою жизнь, просто чтобы удостовериться, что я психологически достаточно сильна, чтобы присоединиться к ним. Как это говорится, специальное обслуживание для кандидатов. Каким-то образом я преуспела. И в итоге оказалась там же, где начала. Ай, сдох. я заканчиваю писать и откладываю ручку. Это все? Да, мисс Дюваль, надеюсь, вам понравится в Лондоне. Ну, а я очень в этом сомневаюсь. Как и всякая культурная личность, я думаю, что единственный хороший англичанин это мертвый англичанин. Гребаная серийная убийца, привилегированная мразь, просто проваливай. Ну, она скорчь. Да, она у нас скорчь. Ну, по крайней мере, вы отправляетесь туда, чтобы убить кого-то из рожденных на рассвете, которых вы так ненавидите, рожденных на закате. Одна из прелестей должности скорча, то есть грозы. Если чего-то в мире и если чего-то в мире и в избытке, то это этих отвратительных беглецов, которые отказались от своего права жить. Что ж, это все. Скажи Кодиру, что я передавала привет. И пока. удачного пути. Смотри, чтоб дверь тебе под жопу не дала, психованная. Ну да ладно. Я единственная лосомбра в городе, и моя роль представителя значит ровным счетом ни хрена. Никакого титула, никаких бонусов, вообще ничего. Прямо сейчас я нищенка при дворе делаю все, что лень или зазорно делать остальным. Основная должность? Что-то вроде иммиграционного офицера. Видите ли, Нью-Йорк-сити это, пожалуй, самый крупный участок пересечения путей для путешествий вампиров в США. и совершенно точно самый крупный на восточном побережье. Почти каждый сородич, кто прибывает из Африки или Европы проходит через это место. Местная комарилья с ума сходит по поводу бюрократизации и контроля популяции. Поэтому каждый прибывающий и убывающий вампир в городе должен провериться со мной, чтобы уведомить меня о своем местонахождении и направлении. Круто, ее взяли помощником Скоржа или я не знаю кем она сейчас работает. Ну, по крайней мере в теории. Всякие важные персоны играют по другим правилам. Они занимаются своими делами через связи и слуг. А для всякой мелкой рыбешки я что-то вроде статуи свободы для вампиров. Первый кровосос, которого ты сородич, приезжающий в Нью-Йорк. По крайней мере официально. Первый после князя или кадира, совета примагенов, всяко бывает. Да, в общем, я естественно недобросовестный и подлая ла-сомбра, поэтому они до сих пор предпочитают традиции и лично занимаются важными вещами. Как и сказала, в конце концов, я всего лишь нищенка при дворе. И эта работа всего лишь напоминание того, что я не совсем своя. Просто так мимо проходила. Они даже не дали мне офиса. Я просто встречаюсь со всеми в публичных местах. В кофешопах или фастфудах. Некоторые считают это оскорблением и ругаются со мной, но, к счастью, большинство из них понимают, что мы все в одной лодке. Только потому, что мы находимся внизу и нам нужно помнить о своем месте. Время от времени вспоминать о нем. Кстати говоря, мой последний клиент опаздывает на 15 минут, а мне сегодня еще нужно остальными поручениями заниматься. Это начинает меня раздражать. Честно говоря, нужно просто найти в себе какое-то самоуважение и уйти. Но я не уйду. Мое ужасное воспитание заставляет меня чувствовать эту идиотскую ответственность. Проходит еще 10 минут. Наконец незнакомая женщина появляется в дверях. она говорит кому-то стоять в двери и заходит. Длинные каштановые волосы, тело навеки оставшееся телом не до конца сформировавшегося подростком, судя по всему. Модный шарф, который закрывает большую часть лица элегантная одежда, полное достоинство походка. Я даю ей знак сесть рядом со мной и пытаюсь не показывать свое нетерпение. Она ведет себя послушно. А вы не торопились. Собирайтесь зарегистрироваться? Давайте ка по-быстрому. Некогда расточаться в любезностях. Меня зовут Джулия Савинский. Надеюсь, вы не возражаете, если я все сделаю по-быстрому. Мне нужно быть в Элизиуме. Ваше имя? Кэтрин Вайс. И все можно убежать от радости. Екатерина! Да! Один из любимых моих персонажей. Уруру. Готова поклясться, что уже слышала это имя. Чье-то чужое описание этой женщины приходит на ум. Это та странная леди, что владеет салоном арт-холл, но никогда там не бывает? Странная? Ага, это она, Кэтрин Вайс, владелица арт-холл и де-факто штаба Камарильи Нью-Йорка. Твою же ж мать, Джулия, когда ты... Что ж ты творишь, называя ее странной вот так вот сходу? Видит бог, ты и так уже показал себя полной дурочкой перед множеством випов в этом городе. Возьми себя в руки. Извините, просто я до сих пор многих не знаю, поэтому приходится пользоваться описаниями, которые мне дают члены совета примагенов. Ну что ж, описание в целом правильное. Ну, кроме самого этого слова, которое меня слегка удивило. Ну что ж, ворон ворона черным называет. Похоже на то. Судя по тому, что я знаю, просто ваши интересы считаются не совсем совпадающими с интересами Камарильи, и это некоторых раздражает. Некоторым недостаточно, что я хранительница Элизиума. Дум, я так и знала, но что тут поделать. Она кажется вполне клевой, это хорошо. В общем, Кэтрин Вайс, вау. Да, хотите, чтобы я продиктовала, как пишется. У некоторых иногда возникают с этим проблемы. Извините, конечно, мою вежливость, просто люди вашего статуса обычно не регистрируются у меня. Они обычно докладывают о своем прибытии одному из примагенов, и те все устраивают. Я слышала, что принц Монард занята приготовлениями к своей большой вечеринке. Я полагала, что если избавлю ее от бумажной работы, она сочтет это жестом доброй воли. Кроме того, я хотел бы встретиться с печально знаменитым представителем Ла Сомбро просто из любопытства. Мне стало очень интересно, когда я о ней услышал. она понимающая глядывается. Обстоятельства у вас уникальные. Да, князь Елена Пангард испытывает некоторые трудности с целью, чтобы оправдать необоснованную ренту, которой потребует моя собственность. Для нее это натуральные гроши, и насколько я знаю, она сидит на целой коллекции пустых зданий с прошлого года. Похоже, они тебя не взлюбили всерьез. Я и сама это предполагала, но приятно понимать, что я права. Ну что ж, мой клан в принципе никогда не был особо популярным в здешних местах. По крайней мере, я так слышала. Грехи предков и так далее. Да, просто хочется уточнить, ты ведь никогда не встречалась, Хестер, но ты о ней знаешь. Я знаю, что не была бы здесь, если бы не она. А вы встречались? Нет, я только слышал о ней пару раз. У нас были одинаковые взгляды на много вещей, хотя мы приходили к совершенно разным решениям. В любом случае, думаю, неспроста. Хестер умерла, чтобы ты могла жить. Ее боялись, а теперь боятся тебя. Вот почему они пытаются держать тебя в грязи. если бы мне это сказал кто-то, кто не был бы випом, я бы рассмеялась ему в лицо. Я понимаю, что она делает. Она пытается подкупить меня дружелюбием. Лучше не вести себя так, будто меня очень легко провести. Будем вести себя по-деловому. время покажет. Тем временем я хочу, чтобы вы помогли мне кое с чем в документах. Конечно. Итак, откуда вы прибыли? Вашингтон, вокруг Колумбия. Она говорит это так, как актеры в Голливуде. Говорит это так, что подразумевается, будто Вашингтон это совершенно не то место, что Вашингтон, который увидели бы мы с вами. Цель вашего пребывания угадай. Правительственная работа. Запиши так. Или оно это по крайней мере позабавит. Как скажете, дата и время прибытия она достает билет на самолет и дает мне. Все там написано. Час утра, понятно. Метод транспортирования самолет. Цель визита встреча с князем, думаю, подойдет. полагаю, предположительная длительность визита не определено. Запиши 6 месяцев, если нужно. Место проживания, условия предполагаемого пребывания, арт холл, условия должны быть адекватными. Как скажете, мне и ночлежка сошла бы. Дом, милый дом? Не уверен, на что я чувствую себя там, как чувствую себя в этих местах, как дома. Это я могу понять. интересно, тебя здесь ничего не держит? Лицо белокурой подруги появляется на краю сознания, а затем испаряется. Меня здесь, меня нигде ничего не держит. Понятно. Долгая тишина. Она смотрит мне в глаза, и я смотрю на нее в ответ. Она изучает меня, это слегка нервирует, но я стараюсь не отворачиваться. В конце концов, она улыбается. Ты разве не говорила, что у тебя мало времени? А, да, черт. Кадир меня убьет. улыбается. начинаю собирать свои вещи из-под стола. Просто сообщи ему, что я тебя навестила. Он поймет и передаст всем, кто должен знать. Вам что-то еще нужно? Я так и сделаю. Вы большая шишка, значит. вам что-нибудь еще нужно? Все в порядке. Я хотел тебя об этом спросить. Это ты задаешь вопросы? У меня все. Хорошо. Мы вскоре еще увидимся, надеюсь. Вечеринка завтра ночью. А меня не приглашали. Она смотрит на меня с жалостью. понимаю. Ну что ж, если нет возможности, нужно ее создать. Я буду на связи. До свидания, мисс Вайс. Удачного вам пребывания. Доброй ночи. И не торопись. У тебя целая загробная жизнь впереди, и ты в том положении, когда можешь не напрягаться. Расслабься. Найди другую перспективу, другой взгляд. Я киваю и медленно выхожу через дверь. Теряя из виду ресторан, я торопливо иду к метро. Я наверное сделаю маленькую паузу и расскажу немножечко о Кэтрин. Расскажу, почему я восхищаюсь этим персонажем. На самом деле это вообще лично, потому что в 2005 году, мне кажется, началась игра у нас по Нью-Йорку, именно по книжке New York by Night, где я играла маленького-маленького Тореадора, которую сразу после становления Сиры ее убили, и она была неприкаяна, и она бегала ко всем с просьбой помощи, и Кэтрин была единственная, кто ей помогла из того времени, не знаю, это очень плохо переносить, конечно, игровое, она пожизненная, но вот тетя Кэтрин, которая помогает маленьким неонатам, это прям было такое уруру. Я очень много о ней читала, потом нашла, что New York by Night именно писал Джастина Хилли, я даже когда с ним общалась, я спросила, я говорю, Джастин, а откуда этот персонаж, я знаю, что вы ее взяли в New York by Night, он такой, да, я не помню, кажется, мы открыли книжку Трансильвания в ночи и там ее нашли, я такая, о, это было внезапно, история ее такая, что она сама из Праги, она становлена, кажется, 1144 или около того, и когда ее становили и очень ее сильно побили, и Сирь ее подобрал и дал становление, именно поэтому у нее очень изуродованная челюсть, я не знаю, почему, да, она появлялась еще раньше в компьютерных играх в ВТМ Редемшене, если кто-то помнит, в 99-м году вышла первая игра, да, это была замечательная игра, там была Катерина, она была клевая, да, эта игра даже сейчас клево воспринимается, не знаю, мне там, например, некоторые... Она до сих пор очень хороша по атмосфере, разве что графон не подтянуть. Ну да, мне даже механика в дисциплине нравится больше, чем в Bloodlines, если честно. Ну, потому что там, там, по-моему, все дисциплины есть. Да, и все уровни, и это клево. Вот, и Катерин всем рассказывала, что она та самая бруха Скарфагена и очень долго прикрывалась этим статусом, она жила в Праге в университете, а потом она пошла в Шабаш. Она была агитатором Праги, она бегала с мелкими анархами, была очень яростным Шабашитом, и, кажется, в 19 веке она поняла, что Шабаш превратился вообще не в то, что она верила, что неонаты себе позволяют, и она очень пафосную речь сказала, и неонаты не выдержали и бросились на нее, и, кажется, она тогда попала в торпор, но одна из сородичей ее спасла и притянула куда-то к себе, и вот New York by Nights начинается с того, что она выходит из торпора и видит вокруг себя Нью-Йорк, не зная, что случилось последние сто лет, и она косит под маленького неоната, что она тут новенькая, и ничего не знает, и как-то так, но на самом деле ей тысячи лет, и она очень-очень мощный сородич. Кстати, Кристоф из Redemption так и бегает в ее катерии. Да-да-да, кстати, в книжке, в дневнике Бакета Бакет встречается с Катериной и с Кристофом, и там тоже с ними общается. Это очень занятно. Это хорошо. Помнит, помнит классику. 20 лет прошло. Да-да. Что, продолжаем? Да, продолжаем. Минутка, познавательная минутка, четвертая. Окей, поехали. Что, не очень активная ночка? Хотелось бы, да нет. Ты, кстати, опять опоздала. Надеюсь, у тебя есть оправдание. Кадир Алясмай, могучий шериф Нью-Йорка. И он мной недоволен. Что неудивительно, я встречаюсь с ним перед Элизиумом на полчаса позже, чем было оговорено. Ну, что сказать, Кэтрин Матио Вайс решила слегка задержаться перед прибытием. Так и поверил. Она должна быть где-то вне города. Если думаешь, что я пытаюсь тебя обмануть, посмотри на мой отчет. Я передаю им официальные документы, как и передаю каждую ночь. Кадир с подозрением смотрит на меня пару секунд, затем его стальной взгляд смягчается. А ты не врешь. Вайс в Макдональдсе, в своей маске, в элегантной одежде, окруженная запахом картошки фри и гамбургером. Да, то еще зрелище, наверное. Технически фастфуд назывался Би-би-би, не Макдональдс, но да, господи, я позорилась. Первое, что я сделала, это процитировала кого-то, кто назвал ее странной. Хотелось сдохнуть прямо там. Сама виновата, глупая ты, глупая ты девчонка. Я пытался научить тебя следить за языком, но ты так и не научилась. Каждую неделю придумываешь очередной залет. Ладно, есть хорошие и плохие новости. Хорошие новости в том, что Кэтрин любит вампиров, поднимающихся с низов. Наверное, поэтому она решила навестить тебя, скажем так, в природной среде. Это что, она одна из тех богатых мудаков, любящих искусство, которые ищут одобрения у рабочего класса. Я же предупреждал насчет слежения за языком. Плохие новости в том, что она очень сложный человек и довольно проницательный, так что она может узнать дуру вроде тебя просто сходу. У тебя шанса не было ее впечатлить. Ой, да заткнись. Я тебе еще зачем-то нужна? тогда я пойду. Я бы не стоял здесь и не разговаривал с тобой, если бы уже не позаботился о своих делах. Полчаса все, что мне было нужно для приготовления к большой вечеринке. я собираюсь всех проводить. Извини. Да чего тут поделать? И к тому же сама виновата. Мне то что? Я просто хотел сегодня не стоять тут один и ты могла бы просто использовать возможность появиться здесь в качестве официального представителя, чтобы тебя хоть кто-то запомнил. видит бог твоя работа в фастфуде тебе не поможет. Тебе нужно что крутиться что ли? Ой не говори но знаешь идти парадом перед кучкой козлов с голубой кровью он каким-то образом ухитряется болезненно толкнуть меня в спину с виду вообще не двигаясь следи за языком дура они выходят просто стой и молчи пять минут и постарайся не опозориться сильнее ладно 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 первые два силуэта показываются в дверях арт холл старый мужчина в инвалидной коляски его толкает вперед молодой слуга я их раньше не видела мистер пейн ночь только началась надеюсь ее остаток покажется вам приятным пейн инвалидная коляска я о нем слышала эдисон пейн один один из главных специалистов американской комарильи по связям с правительством и волл стрит инвалид во многих местах ему нужен слуга чтобы просто общаться я бы его я бы была в ужасе если бы мне дали становление в таком состоянии но пейн похоже испытывает исключительно благодарность за собственное бессмертие он пишет речи и документы полные защиты традиций комарильи доброй ночи вам здесь нравится молчать ну ладно кодирушка сказал молчать он молча пожимает руку кодира но даже не замечает меня по крайней мере его слуга кивает мне слегка я киваю в ответ они уходят кодир оборачивается к следующему выходящему верховный регент жду не дождусь увидеть вас в наряде ох перестань шериф эти идиотские костюмированные вечеринки и так нервируют меня надеюсь только что ты не состоишь в заговоре с Хеленой чтобы опозорить меня таким подарком она указывает на завернутый набор одежды которые несет во внутреннем кармане пальто кодир едва заметно усмехается мне не нужно было как вы знаете князь пангард имеет серьезную привычку все как следует заранее планировать когда дело касается вечеринок да если есть что-то насчет чего она смертельно серьезна это фриволь насти очевидно смертное качество особенно для князя думаю стоит наслаждаться им а не страдать от него не волнуйся шериф я девушка взрослая и знаю что такое этикет я сыграю вашу игру развлеку толпу слегка и вернусь к своим исследованиям как можно скорее эзлинг старбридж верховный рекенд часовни пяти бороу герой битвы за нью-йорк самая крупная чародейка в городе сама могла бы стать князем если бы не была заинтересована в чем-то покруче дело в том что они знают чем именно она так заинтересована они только знают что как-то оно связано с целью изучения в области томатургии всякий кто пытался узнать в чем тут дело испытывал неудачу все смертельным или как минимум жестоким исходом уверен вы сами развлечетесь а мисс Савинский только что сообщил мне что Кэтрин Вайс вернулась в город думаю можно предположить что она присоединится к празднованию да ты издеваешься это точно была она она сказала что придет на вечеринку она передает привет она передает привет да конечно недоброжелательная реакция меня интригует так что я решаю укольнуть ее еще она сказала передать привет и сказала что она ждет не дождется новой встречи нахалка это намек на муку в ее лице не настолько хорош насколько я рассчитывала но сойдет то в чате спрашивают битва за нью-йорк это не что мы играли на стриме да мы именно взяли сценарий из книжки нью-йорк бай найт так что да айслинн старбич это прошла ту же войну что и мы вайс отлично я хотела бы с ней снова встретиться едва скрываемый яд в ее голосе явно предполагает что на самом деле она не хотела бы снова встречаться на похоже завтра ночью будет очень особенный случай но по крайней мере но пока что я с вами прощаюсь и она уходит между эйслинг и вайс что какая-то старая вражда которой стоит знать насчет передачи привета ты ведь соврала не стыдясь не так ли вполне невинное вранье просто слегка преувеличила вежливость другого человека хороший этикет ай поверить не могу ну что ж сомневаюсь что высокий верховный регент регент старбридж сочла это вежливость учитывая что она однажды пыталась организовать кровавую охоту на вайс ух ты почему я слышал пять разных версий этой истории и все из них вполне правдоподобны отношения кэтрин с этим городом странные как как минимум но притихни он он явно пытается прервать разговор и появление томаса артура дает ему отличную возможность это сделать мистер артура а аль самали все работаешь да конечно томас артура архитектор по профессии он предвестник часть внутреннего круга принципа норт эксцентричный парень эксцентричный мужик чьи мысли кажутся движутся в десять раз быстрее чем его слова доброй ночи будьте осторожны по дороге домой и я тоже тут мысленно надо молчим будут ли какие-то поручения мистер артуру я всегда готова услужить или не молчим а да да он исчезает в ночи что ж это было быстро кстати томас артуру тоже официальный персонаж из книжки нью-йорк бай найт он из клана терриадор и да он архитектор и среди соротичей нью-йорка считается очень круто если он проектировал вам квартиру они там меняются бунами за проект на квартиру и вот а еще томас артуру это спойлерный персонаж катерий да может стоит стоять у них на дороге тогда это заставит их признать мое существование ты всерьез недооцениваешь их преданность делу игнорирования щенков вроде тебя и на случай если ты серьезно прошу тебя не делай так я все давно хотела спросить тебя но не было возможности ты ненавидишь артура не так ли он аккуратно взвешивает дипломатичный ответ я не испытываю сильных чувств по поводу томаса артура вовсе не испытываю но учитывая что ты всегда перечисляешь положительные качества каждого представителя местной комарильи ты с таким же успехом мог бы назвать его редкостным мудаком сейчас следи за языком мелкая что касается артура я поделюсь своим мнением о нем как только придумаю мнение которое продержится дольше недели группа сородичей выходит из арт холл идет на улицу только вылечья довольно благородная женщина останавливается рядом с нами на ней хиджаб но как ни странно он не прячет волосы скрытые не прячет волосы примаген если бы были достаточно грубые чтобы смотреть не скрываясь вы бы заметили что одеяние в основном служит чтобы скрывать ее ужасные шрамы кадир а и юная джулия я стараюсь не смотреть на нее невежливо поскольку самира одна из малого числа нью-йоркских представителей комарилии которые не вели себя со мной как редкостные сволочи вы все еще здесь князю требовался совет клана охоты по какому-то вопросу это они что сами так так да бану хаким клан охоты окей да я советовал ей да я сказал ей что как бы она не пыталась ей не следует ожидать что я надену другой костюм завтра ночью она примаген бану хаким как и лас омбра их клан был независим от комарильи до недавнего прошлого однако они оговорили себе гораздо лучшую сделку чем мы у них как минимум есть примаген происходящие из ближнего востока бану хаким увлечены практикой правосудия следует соблюдать правила и каждое нарушение следует наказывать у них нет большого влияния в нью-йорке но князь часто ищет их совета просто хороший пиар ду-йорке ду-йорке она вас понимает у вас прекрасный наряд спасибо я надеюсь я жду не дождусь увидеть наряд который ты придумал и как твои дела джули ты когда как уже видела свет в конце туннеля все так же все так же меня даже не пригласили да видела все по-старому все по-старому Самира все еще брожу в темноте и наталкиваюсь на все подряд каждые два шага жаль это слышать я слыш надеюсь ты продолжаешь надоедать принцу и своим начальникам чтобы они улучшили твое положение это в процессе как на арте нахмурилась сразу да ох джулия джулия ты ничего не добьешься если не продолжишь пытаться кадир ты ведь должен был научить ее основам я пытаюсь примаген но с этим с этим дитя все всегда в процессе что ж могу только пожелать удачи доброй ночи джулия доброй ночи кадир доброй ночи удачного вам пути арт холл уже почти опустел она тебе нравится верно перестань вести себя как школьный клоун дитя это только показывает насколько ты закомплексована ох это было жестоко это было фактом считает если бы я был так жесток как ты считаешь она сама сказала нам обоим звать ее самирой но ты все еще продолжаешь держать дистанцию и называть ее примагеном примагеном перестань грубить и не проецируй свои фантазии на меня я не буду давать тебе урок профессиональных границ но подозреваю что рано или поздно ты им научишься и будет этот опыт неприятным я ничего не прерываю друзья мои хотя я постоянно ему надоедаю самовладание кадира ничто не способно потрясти его ответ быстрый и спокойный вовсе нет мистер вандервейден вы направляетесь обратно в офис ну ты знаешь меня дорогой шериф куда же еще мне идти а вот это интересно хотя картер вандервейден примаген примаген молквианов если говорить точно я никогда не слышал чтобы кадир его так называл надеюсь увидеть вас завтра ночью а я обязательно буду если смогу но на всякий случай я уже извинился что не успею перед принцем просто тону в работе в наши дни ритм темп и интонации его голоса такие знакомые половина из них звучит как речи Джорджа Кеннеди вторая половина как речи Барака Обамы прямо как его внешность все кажется абсолютно фальшивым он конечно из четы старых богачей потомок потомок долгого долгого рода датских торговцев которые поселились в Нью-Йорке поселились в окрестностях Нью-Йорка он глава очень успешной юридической фирмы трется в кругах элиты как человеческой так и сородичей он кажется идеальным во всех аспектах вот почему он так меня нервирует он дитя молкава и скорее всего подвержен какой-нибудь психической болезни но в чем она заключается невозможно разглядеть трудно не трудно не думать что же он скрывает празднование запланированы на всю неделю конечно вы найдете время надеюсь что найду друг мой надеюсь что найду на случай если нужно будет связаться со мной вы знаете где меня найти удачи моего присутствия он даже не признает иногда мне кажется они все надеются что я просто сама возьму и уйду картер картер уезжает в ямузине и кадир качает головой ты хотела узнать кого из членов нью-йоркской комарильи я больше всего не люблю да он накидывает меня понимающим взглядом и усмехается а вот не скажу они все мои дорогие коллеги и я очень сильно уважаю каждого из них да конечно ты ведь не хочешь что-то такое пробормотать что лишит тебя юридических услуг мистера вандервейдена не так ли ты подлиза я ожидаю что когда-нибудь буду нуждаться в хорошем адвокате когда моя обанкротив некомпетентная и постоянно грубящая ассистентка наконец-то заставит меня сорваться сам грубиян я тебе еще нужна мне нужно еще зайти в собор святого патрика не волнуйся мы почти закончили князь выходит капитан последним покидает корабль да и вот она хелена панарт большая шишка которая как ее называл кто-то кого я раньше знала де-факто правительница нью-йорка и самопровозглашенная покровительница искусств кандир что у тебя на уме вы должны быть рады узнать что верховный регент смирилась со своей судьбой мой князь мистер вандер вейден явно не смирился надеюсь он будет слишком занят чтобы присоединиться к празднице к празднествам в течение всей недели отлично она поворачивается ко мне мисс авински разве вы не должны были содействовать нашему шерифу его обязанностях всю ночь произошла неожиданная перемена в планах кэтрин вайс вернулась в город кэтрин здесь вот это приятный сюрприз но при чем здесь вы мисс савински я оформила ее документы она хотела развлечься кадир знает подробности она сказала что не хотела беспокоить вас бумажной работой касаемо ее прибытия принц манар вот я обо всем позаботился кадир уже проинформирован что приятный жест но подождите где ты с ней встретилась в ресторане фастфуда мой князь понятно хелена трет ладо пальцами глаза кэтрин и ее любовь пролетарским развлечением думаю для нее это будет источником интересных анекдотов на этой неделе если хотим избежать этих ситуаций в будущем будет хорошей идеей обсудить предоставление мисс Савински собственного офиса мы до этого дойдем конечно же сейчас более важные вещи интересуют нас завтра начинаются празднования и нужно сделать очень многое удостоверься пожалуйста что арт холл в безопасности перед уходом разумеется мой князь доброй ночи так кстати на тему Пенхард и Кэтрин Вайс по лору в конце книжки Нью-Йорк Бай Найт Калеброс который на Сверату он себя провозгласил временным князем на время войны а сказал типа война закончится делите трон как хотите я ухожу и Пенхард она именно была протеже Кэтрин Вайс так что вот спойлеры спойлеры доброй ночи Кадир доброй ночи Мисс Савинский мы поговорим о вашей работе довольно скоро не волнуйтесь разумеется доброй ночи князь Пенхард шофер провожает к лимузину между мной и Кадиром воцаряется неловкая тишина пока машина не исчезает за углом более важные вещи да что у тебя на уме шериф я уверен что мысль о хранительнице Элизиума стоящей посреди ресторанов фастфуда надолго застрянет в памяти принца Пенхард ты гораздо ближе к своей цели чем была пару минут назад я уверен что ты что-то такое говорил уже пару раз и я не отказываюсь от своих слов Джулия Рим не сразу строился как лоялист Камарильи ты кажется не считаешь что слишком позорно для башни слоновой кости быть настолько одержимой мыслью выказывать неуважение моему клану не же они действительно собираются выглядеть как дураки и назло нам мы все вынуждены были выносить сложные ритуалы но да нынешняя ситуация не идеальна ладно тебе нужна помощь закрыть Элизиум я справлюсь сейчас поздно ты беги какая-то тень в Чикаго наверняка ждет не дождется получить копию всех отчетов которые ты дала мне ты обслужила одного хозяина настало время обслужить другого вот опять это работа на двух хозяев ни один из них не считает тебя своим подданным не зная что ответить кадр кадир поживая пожимает плечами я машу ему на прощание и отправляюсь к метро когда я достигаю собора святого патрика меня встречает голос который звучит хуже чем зубы жующие алюминиевую фольгу так 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 возвращение блудной дочери о господи нет это то чего я не хотела джулия пожалуйста ты да не должна поминать имя господа в суи ага где отец леонард его священ его должность священника мешает ему прибыть вовремя он прислал меня извиниться от своего имени и составить тебе на пару минут компанию за это ему тоже придется извиняться он просто хочет чтобы его паства жила в единстве я всего лишь пытаюсь ему помочь почему же ты этого не хочешь в последний раз говорю я не часть его паства у нас исключительно профессиональные отношения я знаю что ты так считаешь тенденция ночного клана связываться с католической церквью это их величайшее достоинство но они все еще считают данные отношения исключительно техническими вот почему нам нужно чтобы сородичи вроде тебя вернули духовные изменения чтобы заставили клан понять драгоценный дар господа чем ближе они к свету тем сильнее станут их тени опять он со своими проповедями бенуа сегау местные сумасшедшие бывшие художник дегенерат который пережил какой-то нервный срыв в 90-е чтобы восстановиться он увлекся религией сначала он объявлял о своей готовности посвятить остальную часть своей загробной жизни изучению надизма правда через пару лет он сменил увлечение и присоединился к католической церкви так уж повезло что яростная фанатичность этого неофита сделала своей целью меня впервые встретившись с ним я довольно глупо сказала что выросла в католической семье и до сих пор считаю себя католичкой в каком-то плане он немедленно представил меня чем-то вроде духовной силы для перемен внутри комарильи и пытался наставить меня на путь истинный теперь он постоянно читает мне проповеди пока я не стану монашкой помни в самом темном месте главная тьма сгущается под свечой вы сменившую сторону слишком предрасположены к поискам спасения которые прямо здесь прямо перед вами но затем вы теряете свой путь в тенях господи как только начнет он просто не замолкает думаю стоит доставать основной калибр кстати я хотела спросить у тебя есть какие-то новости о Софи Ленгли болезненная гримаса появляется на его лице но ненадолго довольно грубо менять тему знаешь ли грубо я просто ищу тему в которой были бы заинтересованы обе стороны разговора ну знаешь так требует правило этикета спасение души это тема которая близка каждому признаются они или нет и довольно смело с твоей стороны предполагать что мне до сих пор не наплевать на Ленгли я не предполагаю я уверен что не наплевать как только она исчезла с глаз публики как только ты перестала как только она исчезла с глаз публики ты перестал вести себя как Каневест эпохи Иисуса и стал вести себя как Каневест эпохи Иисус наш Иисус царь иудейский совпадение не думаю я никогда не слышал о какой-то там эре Иисуса и Каневеста неужели люди действительно так это называют скажем так все работает вот таким образом скажи мне что знаешь я скажу тебе о чем разговаривают и помни я не зная не знала что она была твоим сиром до недавнего времени черт я с ней даже ни разу не встречалась он кривится когда я говорю черт но ничего не говорит конечно полагаю ты давно бы пыталась уколоть меня этим если бы знала но какая тебе разница пускай задумывается об этом и пускай вспоминает свое мрачное прошлое вместо того чтобы продолжать разыгрывать из себя миссионера профессиональное любопытство однажды журналист навсегда журналист он чешет затылок зато выдыхает в грустной издевке над смешком ладно я постараюсь говорить кратко как ты сказала Софи Ленгли любимица всех сородичей Нью-Йорка была Мэйм Сиром мы впервые встретились после Второй мировой я покинул Францию задолго до того как немцы пересекли линию Мужино я пытался спасти жизни своих родственников с помощью искусства смотрел как мой брат погиб во время эпидемии гриппа в 43-м почти потерял рассудок тогда она и появилась сказала что сама мука выраженная в моих работах привлекла ее внимание она стала моей покровительницей и позволила расцвести моим талантом поддерживала меня финансово и наконец дала мне становление и как у всякого сородича в хорошем положении мои художественные интересы стали естественным образом отличаться от того чем были когда я был бедным и смертным голодным художником я начал видеть мир так как видел ее ее социальный круг и это она не могла простить вместо того чтобы быть веселой новинкой я стал еще одной частью болезни которая ее окружала она отстранилась от меня а потом перестала видеться со мной я пережил много срывов из-за этого не буду отрицать я отказался от многих возможностей в карьере но это был важный урок не доверяй старшим вампиризм влияет на них психологически если они тобой заинтересуются то не остановиться пока не высосут твою душу и не бросит тебя как сломанную игрушку в первые с тех пор как узнала его сигал кажется чем-то вроде чем-то иным нежели размахивающие библией помеха неужели я чувствую сочувствие неужели я чувствую какую-то связь с ним какой ужас возможно он стратегически пытается вызвать мою симпатию может быть он слышал о моей драме при увольнении из лоудстара может быть он просто пытается намекнуть на то как мой сира оставила меня здесь в одиночестве только год только бог никогда не бросит вот почему я так раздражен твоим упорством Джулия ты так близка к тому чтобы понять но вместо этого выбираешь грех вот он бенуа сигал которого я знаю чуть не обманул меня вернемся к делу так что насчет исчезновения Ленгли из города ее путь был опасной дорогой куда бы она не отправилась надеюсь что не думаю сомневаюсь что она слишком счастлива у нее были планы на будущее этого города она хотела создать величайшие произведения своего искусства она всегда была очень тщеславной и конечно ты уверен что никак не связан с ее исчезновением пожалуйста не говори мне что ты намекаешь на то на что я думаю ты намекаешь все говорят что ты ведешь себя так будто пытался искупить что-то с тех пор как она исчезла у тебя есть мотив конечно я намекаю на то что ты думаешь бенуа качает головой в твоем сердце поселился дьявол джули ты всегда испытываешь меня просто спрашиваю то о чем все думают да неужели послушай я знаком со множеством оскорблений которые связаны с моим именем в этом городе они не слишком совместимы с образом безжалостного убийцы убийцы да как интересно я ничего не сказала про убийство он прикладывает руки к колбу и пытается собраться с мыслями перед ответом перестань цепляться к каждому слову которое я говорю столь неприятным образом вот тебе заявление мисс мисс Эркюль Пуаро я считаю что Софи та которую я знаю более не существует даже если она до сих пор ходит по земле она не вернулась бы сюда той же гордой аристократкой она вынуждена была бы пережить духовное изменение кто-то напомнил ей ее место и бывшие друзья говорят о ней шепотом даже та прислуга которую она себе нашла исчезла никаких больше вечеринок командир комарилье ей конец чтобы с ней не случилось я не знаю клянусь господом богом и его сандалями я ничего никак с этим не связан ну да я все еще здесь а она нет это не причина злорадствовать но скорее быть более скромным я получил знак от бога который сказал мне что стоит заново оценить все те сходства что во мне сохранились с Софи Ленгли я послушал я отказался от гордости который делил с ней я обновил свои обязательства перед богом заново посвятил себя проповедованию его величия ну в смысле мы поэтому и разговариваем изначально то прямо сейчас когда я думаю о влиянии Ленгли на свою жизнь я благодарен потому что она была знаком который привел меня сюда и если того хочет бог возможно один раз ты взглянешь на нее также Джулия примечание когда он возвращается к своим проповедям время вмешаться ладно 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 если ты хочешь чувствовать все лучше я думаю что чмошник вроде тебя не смог бы повредить кому-то вроде нее разве что он смог бы заставить ее так скучать своими цитатами из библии что она умерла бы от скуки ну что ж квитпак вру квитпак во услуга за услугу ты говорил что люди обо мне до сих пор говорят мне было любопытно о смотри кто наконец-то пришел мое промедление сработало отец леонард торопливо идет к нам несет папку с документами я надеюсь что это та за которую я пришла отец леонард славится христос джулия вчера мне сказали что именно так священники встречают свою паству в восточной европе на веки во веки вечные аминь кажется мы перепутали реплики друг друга они ну да не важно еще одна долгая ночь вы как справляетесь а не стоит беспокоиться в эти дни я сплю всего пару часов короткие перерывы помогают мне справиться и всегда нужна работа извини что опоздал по крайней мере я успел сюда до того как вы с Бенуа вцепились друг другу в глотки хорошо я уже начал волноваться за кого вы меня принимаете отец он принимает тебя за психа который также эффективен в проповедях как в документалка о педофилии полезно католической церкви он просто слишком добр чтобы сказать это вслух и вот с этим мне приходится иметь дело отец но не волнуйтесь мы еще сделаем из нее святую забудь о святости давай пока что остановимся на взрослом человеке он на 70 лет старше для этого вы и нужны сколько пассивной агрессии перед ним можно полить маскарад это связной лос-омбра а окей вы ведь помните что он как минимум на 70 лет старше чем я верно что для меня то взросление гораздо меньше связано с возрастом чем условия годов когда ты формируешься вот он передает мне папку которую нес с собой и я передаю ему отчеты которые написала сегодня среди сородичей всем хорошо известно что католическая церковь один из лучших ресурсов лос-омбра черт это возможно одна из главных причин почему комарилья все-таки начинает медленно чувствовать себя более благосклонной к клану технологически мы довольно таки слабо оснащены и поск... и поэтому очень плохо готовы к вызовам коммуникации 21 века очень сложно справляться со сложными алгоритмами шифрования когда ты не можешь даже разблокировать смартфон здесь помогают связи Ватикана сеть священников раскиданных по всему миру которые обмениваются нашими сообщениями и удостоверяются что каждое сообщение достигает места назначения в полной секретности мне сказали что не все в святой церкви дружелюбно относятся к нам но самые умные и талантливые обычно наши люди можно сказать что они вроде как смертный клон комарильи гораздо лучше чем любое разведывательное управление помните что случилось с Иоаном Павлом Первым когда он пытался раскрыть работу института по работе религии смерть после 33 дней папской должности слухи о вовлечении масонов и ЦРУ не то чтобы отец Леонард был как-то связан со всем этим для католического священника он вполне неплох скорее всего если бы был у меня такой священник в подростковые годы я бы осталась верующей гораздо дольше Леонард умен добр очень любит помогать членам своей паствы начальство воспринимается здоровой дозой скептицизма и даже не связан ни с какими политическими играми церкви ну по крайней мере за рамками помощи мне связываться с боссами в Чикаго каждую ночь он знает о Саровичах и знает о второй инквизиции он старается не связываться с последней чтобы помочь первым избежать подавления поскольку как он сам сказал это был бы это правильный поступок я знаю что с ним наверняка что-то не так какая-то эгоистичная мотивация я до конца ее еще не поняла но похоже он не пытается что-то прятать так что черт с ним кстати надеюсь ты не против я позволил себе узнать как дела у твоих родителей спасибо отец но не стоило это не проблема священник церкви святого Станислава Костки мой хороший друг он говорит что твои родители начали приходить каждое воскресенье сидят в переднем ряду твой отец выглядит все лучше я ничего не чувствую но по крайней мере на всякий случай благодарно улыбаюсь и киваю спасибо отец Леонард а теперь извините скоро рассвет да будь осторожна и благослови тебя господь аминь счастлива Джулия на этот раз я тебя отпущу но в следующий раз тебе так не повезет конечно еще одна еще один пункт в моем бесконечном списке событий которых я вовсе не жду что ж думаю пора заканчивать я дома наконец-то все нормально думаю нормально а ты чего не спишь да думала стоило мне наконец-то переучиваться на сову мы давно говорили что стоит синхронизировать наши графики смотри завет следи за своим витамином D я готова убить чтобы у меня была такая кожа как у тебя не стоит ее вот так портить не стоило так много курить перед тем как тебя укусили милая стоило бы поделиться со мной секретами ухода за кожей пока я еще дышала но не могу же я просто так делиться своим секретным оружием совершенно секретная штука уровня мк ультра уровня джефф текущего местонахождения джеффри эпштейна мне пришлось бы убить тебя если бы я рассказала умереть было бы неплохо у меня тоже есть секретное оружие я тебя тоже люблю ладно я тебя тоже люблю ой да ладно что с тобой такое ты перевел эту реплику таким тоном что я не могла ее не выиграть потому что она и выглядела так же когда произносила ее да ничего просто думала что мы уже перестали друг от друга что-то прятать что я ошибалась что ли ну ладно понимаю правда понимаю тайм аут ты же не сердишься на меня всерьез да не просто дразню тебя с помощью внутреннего мудака ай да не важно я просто чувствую себя немножко неловко сегодня не надо хочешь я тебе макияж наведу прежде чем пойдешь спать не надо не надо у тебя у тебя разве не назначена завтра какая-то большая вечеринка меня привлекли к подготовке с чего ты взяла что меня приглашали потому что ты самая крутая симпатичная и самая клевая женщина которую я знаю они с ума сошли чтобы не включить тебя в список гостей веришь или нет но большинство вампиров абсолютно безумны межгалактические психические вампиры что ли потому что настолько психованными надо быть чтобы не включить тебя в список гостей ну да наверное ну и пошли они нафиг кучка элитистов они просто тебя ненавидят потому что завидуют а еще она учится господи как ты это делаешь что делаю ты постоянно нападаешь на меня со всей этой странной глупой позитивностью на которую я не могу реагировать не меняя настроение как ты это делаешь ответ простой помнишь как я сказала что у нас с тобой духовная связь я могу чувствовать что ты чувствуешь и чего ты хочешь я ты можешь чувствовать что я чувствую если сфокусируешься да я кажется называла это какой-то херней говорит девочка разговаривающая с призраками ну ладно агент скали я чувствовала что ты чувствуешь себя плохо и поняла что тебе нужно под конец ночи она указывает на один из ящичков на тумбе там она держит свой запас кетамин да ладно а что а нет не тот ящик мы не собираемся сейчас встречаться с демонами встретимся с ангелами mdma так точно приняла полчаса назад идеальное время как раз благодаря нашей духовной связи готова полетать неправильное настроение нужна музыка у меня есть плейлист на санклауде специально для тебя чтобы развеселить джулию савински дай сигнал и я нажимаю проигрывание господи ну с тобой невозможно иметь дело вот почему ты меня любишь надеюсь сдаюсь иди сюда давай я тебя попробую может быть в этот раз кайф не закончится все ночь кончилась да это было прям насыщенно и очень быстро все переключалось с одной сцены во вторую третью вот тут такая динамика у сюжета так клево клево мне все еще нравится я уже видела очень много обзоров рецензий с некоторыми я согласна с некоторыми не очень ну по-моему все круто атмосферно многие ругают визуальную новеллу за то что она визуальная новелла да 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 мне тоже кажется что первая проблема в том что у людей были какие-то ожидания слишком завышенные они ждали видимо какую-нибудь рпгшку только со слайдами вместо 3d моделек нет это визуальная новелла здесь да конечно не так много выборов но она хорошо прописана честно вам скажу я человек игравший во многие визуалки она хорошо без излишеств прописана мне нравятся здесь персонажи и идеологии если честно визуальный новелл это вообще не мой жанр меня тут большого темпа откупил так что мне все нравится пока вот я еще читала что людям которые не шарят в сеттинге немножко сложно потому что типа ты такой читаешь там атмосфера музыка все и тут такой дикшенари а что это слово значит что сложно переключаться чтобы расшифровывать но это уже что-то совсем обленились люди кнуть определение буквально один клик мышкой ребят ну серьезно ну скорее не то что лень а то что вы они скоро скажут а почему там надо буквы читать да 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 кстати многие таки говорят что слишком много букв ну зашибись ребят ну и ругают визуальную новеллу за то что она визуальная новелла класс да наверное мне все нравится потому что у меня ожидания были просто почитать клювую историю вот именно что ж будем сворачиваться надеюсь что продолжим через недельку спасибо тебе огромное за перевод а то тут прям вух было все сложно да вам слушатели наши зрители у нас всегда есть кнопочка доната если вы хотите увидеть нашего переводчика давайте мы ему задонатим на камеру чтобы его тоже видели а то все привыкли к его прекрасному голосу так почему почему бы не больше не с вебкой вот так все тогда сворачиваемся до следующей недели всем счастливо пока всем пока субтитры